Здравствуйте, друзья! Здравствуйте! Доброго вам времени суток! Доброго времени суток, друзья! Сегодня, как я и обещал, а я обещал, вы просили меня записать видео голосом, не шёпотом. Ну вот, у меня такие видео и как бы были, но они были с самого начала, поэтому как бы не считаются. Вот, и так как вы меня попросили это сделать, я с удовольствием это делаю для вас. Ну, а чтобы убить сегодня двух зайцев одним выстрелом, мы с вами сегодня поговорим немножечко о АСМР. Вот, потому что всё-таки, конечно, это такая достаточно специализированная ниша, вот, и люди, как правило, которые заходят, находят мой канал, которые как бы смотрят меня, да, там, и в первый раз, которые смотрят, они уже знают, что такое АСМР. Они уже знают, что это за тема и как бы просто ищут себе каких-то ещё АСМР-артистов, вот. Вот, ну, а сегодня, в частности, я хотел бы поговорить, ответить на некоторые ваши вопросы, которые некоторые мне задают в стримах, вот, потому что как бы у меня восемь там с копейками, с копейками восемь и, по-моему, шестьсот, вот, восемь тысяч шестьсот или где-то так замечательных людей, которые подписаны на меня. Вот, и как бы на стримы ходят, там, человек шестьдесят-семьдесят пока, вот так, вот. Ну, кто-то смотрит, конечно, записи и так далее, но всё равно. Есть вопросы, которые люди задают часто, я хотел бы сегодня на них ответить. Первый, и так скажем, вопрос, вот, который большинство людей задаёт, это «Почему мне такие зубы?» Это нормальный вопрос, я считаю, что любопытство — это прекрасная черта для людей, вот. И люди, конечно же, должны быть любопытны. Вот, кто-то задаёт этот вопрос тактично, кто-то не очень тактично. Я не обижаюсь, на самом деле. Вот, но могу сказать вам одно, ребят, я про это уже рассказывал. Вот, поэтому, если кому интересно, пожалуйста, you're welcome, you're welcome, да. У вас есть возможность посмотреть ответ на этот вопрос в видео, в котором я рассказываю о себе. Оно так и называется. Поэтому я не буду просто по пять раз отвечать на один и тот же вопрос. Вот, значит, ещё, в общем-то, многих интересует, откуда я. Также вопросы есть такие, как я начал смотреть ASMR, как я начал снимать ASMR, почему я начал это делать вообще. Иногда проскакивают вопросы, например, почему я не иду работать на завод, а занимаюсь там, да, так, ну, по некоторым. Некоторые думают, что это ерунда, да, какая-то, вот. Возможно, это люди, которые просто не знают, что такое ASMR, и почему, как бы, многие люди это слушают, почему многие люди этим занимаются, то есть записывают такие видео. Немножко странные, да, если смотреть со стороны. Вот, и сегодня, опять же, я хотел бы немножечко объяснить таким людям, которые смотрят, возможно, ASMR впервые, которые, возможно, загуглили, как бы, что такое ASMR, вот. Вот, и не могут понять, почему именно люди, там, ASMR-артисты, да, то есть люди, которые снимают ASMR, почему они шепчут что-то, почему они стучат, тарабанят пальцами, да, там, по стеклу, по деревяшечкам, почему они говорят как-то вот так. И так далее. Вот. Поэтому сегодняшнее видео такое будет, так скажем, я буду отвечать на ваши вопросы, которые вы мне задавали, и рассказывать попутно, параллельно, почему я в этой теме кручусь-верчусь, почему мне это нравится, почему я планирую в дальнейшем этим заниматься. Вот, ну, давайте продолжим отвечать на ваши вопросы, то есть, были такие вопросы, да, ну, наверное, самый основной вопрос после вопроса о моих зубчиках, да, зубоньках, вот, зубиках, основной вопрос это, сколько мне лет, вот, я на этот вопрос также уже отвечал, я продублирую, наверное, этот ответ, мне 30 лет, друзья, да. Да, я не считаю, попутно отвечу еще на этот вопрос, я не считаю, что это возраст какой-то уже старческий, да, когда уже люди, не знаю, там, должны что-то, что-то должны, вообще люди ничего никому не должны, да. И 30 лет прекрасный возраст, как по мне, и почему бы и нет, почему бы и не заниматься тем, что нравится мне, и тем, что приносит удовольствие людям, и тем, что помогает людям расслабиться, заснуть, успокоить нервы, как-то, я не знаю, приободрить людей, это прекрасно. Прекрасно, вот вам ответ на этот вопрос, почему я этим занимаюсь. Во-первых, я, как я к этому пришел? Как-то, я уже отвечал на этот вопрос на некоторых стримах, но, тем не менее, не все смотрят стримы, поэтому я продублирую ответ. Как-то раз я смотрел, в общем, просто сидел на ютубе, и у меня болела голова, вот, то есть, такая была жуткая головная боль. И я загуглил, думаю, почему бы и нет, раз я сижу на ютубе, давайте загуглим, посмотрим, да, что у нас тут есть от головной боли, может, какое-то средство или что-нибудь еще. И я загуглил в ютубе, да, я красавчик отлично сказал, я заютубил, так скажем, заютублил, короче, ввел в ютубе поисковый запрос на тему, как избавиться от головной боли, да, и начал смотреть результаты поиска. И, помимо тех видео, которые там были, но там было много разных видео, по типу, там, начиная от того, что надо какие-то компрессы прикладывать, заканчивая тем, что надо поехать, там, к врачу, и, или, там, я не знаю, заканчивая еще каким-то глупыми советами, по типу, там, засунуть голову в мороженник, или что-то типа того. Я нашел ролик, я не помню уже, кто это был из СМР-артистов, кто-то в зарубежной, это однозначно было. С большим количеством, там, по-моему, было пара миллионов просмотров, я нашел этот ролик, и, как бы, начал его смотреть. В ролике сразу же автор просил одеть наушники, вот, и я, конечно, естественно, я их сразу не одел, я послушал сначала, что человек, который что-то шепчет, не слышно. Мне было не слышно через, я так, так как я смотрел тогда это с мобильного телефона, мне это было вообще не слышно, потому что что-то совсем тихое было, какой-то шепот. Вот, и я все-таки одел наушники, сделал погромче и начал слушать. Начал слушать, и мне понравилось, потому что моя главная боль приутихла, я расслабился, я расслабился. И вот в этом весь, собственно, феномен, да, СМР и заключается. Я не буду вам рассказывать, что СМР-то там сенсорная медианальная реакция, да. Вы это сами можете залезть, почитать, там, в Википедию, это уже на каждом столбе написано. Вот, вкратце, то есть, если быть кратким, да, СМР дает чувство успокоения. СМР дает чувство защищенности, расслабления и, в общем-то, так называемые мурашки, которые люди некоторые испытывают, а некоторые нет. Нет, это такое высшее проявление, да, расслабления, когда вы просто как кот или как кошка чувствуете, ну, вот этот вот прилив энергии, не знаю, чего-то такого. Вот, ну, даже если вы не чувствуете мурашек, это, в конце концов, какой-то новый интересный опыт. И для меня этот опыт был очень интересным, друзья. В общем-то, с этого началась моя история как СМР-слушателя. Сначала мне казалось, что это какое-то не очень нормальное увлечение, и я, так скажем, шифровался от всех, да, то есть, как бы, там, слушал втихаря, с телефона, в наушниках, вот, или там, на компьютере, сворачивал страничку и слушал, когда работал. Кстати, да, к вопросу о том, кем я работаю, это тоже достаточно популярный вопрос. Помимо того, что я снимаю СМР, я работаю фотографом, друзья. И, в принципе, как бы, мне хватает на жизнь, поэтому не нужно мне советовать идти на завод, вместо того, чтобы снимать СМР, поэтому, как бы, не надо. Вот. Ну, и, как бы, я начал, да, лазить по Ютубу, добавлять в закладочки хороших, как мне казалось, да, СМР-артистов популярных. И, в основном, это были, конечно же, зарубежные, как бы, автора, зарубежные СМР-артисты. А потом я узнал на следующем этапе, что есть и наши ребята, которые занимаются тоже СМР-ом. Вот. Я не буду говорить, кто это там и так далее, потому что, во-первых, я не хочу делать лишнюю рекламу. Вот. Если вам интересно, например, там, кого я слушаю, можете написать мне в группе ВКонтакте. Вот. Группа есть в общем доступе. Можно зайти, добавиться и так далее. Там, как бы, я лично просматриваю все сообщения, отвечаю, общаюсь с вами, ребят. Вот. Тем не менее, как бы, я начал слушать и наш, так скажем, русскоязычный сегмент этого направления. Вот. В конце концов, конечно же, я слушал это всё, так скажем, не зарегистрировавшись, да, в Ютубе. Ну, как, ну, у меня был какой-то аккаунт, но я просто не хотел там как-то это использовать. Там, это комментарии писать, там, вот. В конце концов, я затянулся туда и добавил всё-таки там свой аккаунт на Ютубе, и начал писать комментарии тем людям, которые мне действительно понравились. Вот. Вот. И спустя некоторое время, это было несколько месяцев буквально, я подумал, решил, что почему бы и нет, почему не попробовать снять что-то своё. Вот. И, в общем-то, следующий вопрос, который мне тоже часто задают, если у меня там девушка, жена и, как бы, дети, да, это, как бы, эти люди прекрасно есть в моей жизни. И у меня есть жена и трое деток замечательных. Вот. Жену зовут Ольга, она поддерживает моё, как бы, стремление вот этого записывать, АСМР. Вот. С недавних пор сама тоже пробует записывать некоторые ролики. Вот. И, как бы, жена меня поддержала, я начал записывать ролики. Первые ролики, конечно, было очень сложно записывать, и так вопросу тем, кто хочет тоже что-то начать, своё пробовать, пытаться и так далее. Я купил сначала себе микрофон, который называется Blue Yeti. Мне оказалось это самым простым выходом, потому что он проще всего. Вот. И просто купил его, подключил к компьютеру и записываешь сразу напрямую. То есть, как бы, вот, так как я фотограф, у меня не ставило вопрос о выборе там какой-то фотокамеры, которая записывает видео и так далее. То есть, у меня уже всё, как бы, это есть. И это здорово. Какие-то основные, там, навыки работы со светом, да, и так далее. Это всё мне очень здорово помогло. Вот. И я начал записывать АСМР. Конечно же, первые ролики были очень далеки от идеала, так скажем. Их можете посмотреть, если хотите. Они есть ещё, до сих пор их не убирал. По ним можно здорово отследить мой прогресс. Вот. Ну и Blue Yeti, конечно, меня здорово выручил на первое время. Но мне не очень нравилось, что, во-первых, у него были шумы, вот, какие-то непонятные, которые... Может быть, надо было шнур поменять какой-то, то есть, как бы, и так далее. Я в этом не очень соображал тогда. Вот. И мне очень нравилось, что у него не сильно выражен эффект стерео. Вот этот вот, который можете наблюдать сейчас, да. И, собственно, попользовавшись, попользовавшись где-то месяца полтора в Blue Yeti, я его продал. Вот, я его продал и купил себе Zoom H4 Pro. Так как, в принципе, уже там в этом зуме есть встроенные микрофоны, то моя логика была проста. Этот зум точно так же можно подключить к компьютеру. И точно так же можно, как на блеете, на него записывать какие-то звуки, триггеры и речь, диалог, да. Вот. И в дальнейшем я планировал докупить себе ещё стереопару микрофонов. Потому что мне действительно очень попёрл звук с раздельных микрофонов. Потому что так реально чётче выражен эффект с ушка на ушко. Вот. И я... Я купил следующим... Следующим, значит, так скажем... Следующим вариантом были вот такие вот микрофончики BM-800. Это китайские микрофончики. Я не видел, чтобы кто-то пользовался, чтобы кто-то пользовался ими из ASMR-артистов. И как бы я для начала купил их, потому что они очень, ну, недорогие. А по звуку они очень даже неплохие. Очень неплохо звучат. Ну, на свою цену, да, как бы. И вот я купил себе два таких микрофончика. Заказал, в общем-то, специальные вот эти провода, которыми они подключаются, да. Чтобы подключать их через свой Zoom H4N Pro. Вот. То есть у меня уже начало потихонечку вырастать. Так скажем, вырастать я начал в плане качества. Немножечко подрос, да. Постепенно у меня начала добавляться, как бы, аудитория подписчиков. Постепенно я начал замечать, что какие-то определенные люди очень тепло относятся к моему творчеству. И это очень здорово. Это меня очень поддерживало на начальных этапах. Потому что было очень, ну, не очень, но были тролли, которые писали обидные какие-то вещи. В общем, и там рекомендовали бросить это все дело и так далее. Но, в общем-то, я достаточно упорный такой человек. Не путать с упоротым. Вот. И я, конечно же, продолжил этим заниматься и буду продолжать. Вот. Следующим этапом, как бы, моего роста, да, было, как бы, сделать какой-то более спокойный фон. Потому что одно время, конечно, я снимался, там, на каком-то непонятном фоне. Сначала это были просто какие-то белые обои, которые не очень понравились некоторым подписчикам. И я их понимаю, потому что, когда ты хочешь ослабиться, тебе в лицо бьет стол белого света, отражение от обоев. Вот. И было решено, то есть, как бы, уже какой-то черный фон использовать. И сначала это была прекрасная тряпочка какая-то, которую я купил на распродаже в строительном супермаркете. Которая использоваться должна была для теплицы или для чего-то. Там были дырки понарезаны. В общем-то, и сквозь эти дырки надо было огурцы, там, высаживать или помидоры, или что там еще. Вот. И, в общем, такой фон у меня тоже какой-то определенный, там, месяц провисел. Дальше, как бы, я планировал сменить этот фон. Да, что-то вот такое, что вот сейчас висит у меня за спиной. Это был... Сейчас это фон звукоизоляции, да. Ну, до этого еще я начал собирать денежку на веб-камеру. Потому что я хотел, конечно же, стримить. Потому что стрим — это прямое общение с подписчиками. Это очень здорово. И, конечно же, ну чего уж там греха таить, да. Это возможность немножечко подзаработать денег на какие-то вещи, которые ты хочешь купить для своего канала. Потому что, конечно же, я вложил достаточное количество денег. Вот микрофон, например, в который я сейчас говорю, стоит по 200 долларов каждый. То есть, это 400 долларов просто два микрофона, которые еще подключаются в Zoom. А в 4N Pro, который стоит тоже где-то баксов 200. Вот. И это камера, и все-все-все. Ну, какие-то вещи у меня уже были, и, в принципе, и хорошо. Но, тем не менее, там те, кто думают, что блогеры, которые снимают СМР, там сильно как-то обогащаются за счет, там, донатов и так далее. Но это не так, на самом деле. По крайней мере, на каких-то там этапах становления, да, развития, когда у тебя еще фактически есть куда расти. Да, то есть, в техническом каком-то плане. Это неверно. Неверное это как бы мнение. Поэтому, вот. На чем мы остановились. Да, потом я, в общем-то, собрал денежку на лёб-камеру. То есть, какую-то часть денежки я собрал. И спасибо огромным моим подписчикам, которые мне помогли с этим. Потому что я еще не стримил. Я просто просил как-то в комментариях помочь, да, там, и так далее. Просил как-то в видео помочь насобирать денежку. И мы насобирали общими усилиями. Какую-то часть денег я собрал с помощью подписчиков. Что-то добавил, конечно же, сам. Я купил себе веб-камеру. Вот. И начал снимать, начал стримить, так скажем. Первый стрим, конечно, это, знаете, как будто выйти на концерт. Когда ты выходишь, на тебя смотрят реально толпа людей. И ты такой думаешь, блин, а вдруг они сейчас скажут, чувак, иди домой, у тебя все плохо там, да, и тебя все не очень, и там, короче, не позорься, типа того. Но меня очень поддержали ребята, которые ждали, действительно, когда я начну стримить. И, в общем, мне понравилось, потому что это действительно живое общение с подписчиками, да. Вот. А подписчики, мне это возможность пообщаться с, так скажем, с АСМР-артистом, да, спросить у него какие-то вещи, которые их интересуют, да, узнать, как дела, в конце концов. Пожелать чего-нибудь там. Ну, опять же, как-то поддержать материально. Вот. Следующим, как бы первым моим сбором, который я насобирал на стримах, на стриме точно первом. И, кстати, прям вот супер, мы собирали сразу целиком. Это был сбой на фон, потому что фон у меня была тряпочка, которая периодически иногда отцеплялась и со смешным таким плюхом падала на пол. И у меня даже есть один видос, в котором я это не вырезал, но по приколу, да, это было прикольно. Но, тем не менее, мы сразу же насобирали на первом стриме на фон. И, ребят, спасибо вам тоже за это огромное, потому что сейчас у нас есть возможность сниматься, как бы у меня есть возможность сниматься на таком прекрасном фоне, который еще, в общем-то, такой фон обычно использует, не фон, точнее, такую звукоизоляцию, шумоизоляцию используют обычно на студиях звукозаписи. Я вспомнил про это, потому что когда-то у меня была своя группа музыкальная, я пел, вот, и мне понравился этот фон, и я, в общем-то, привязил себе пару листов на задний, на задний план. Вот. Следующим этапом я сразу же подумал, что, ну, раз уж у меня есть такой классный фон, почему бы его вообще-нибудь не подсветить? И я тут же заказал из Алиэкспресса себе недорогую LED-подсветочку, которая, кстати, достаточно быстро дошла за 10 дней, и, как бы, теперь у нас есть возможность такой синеватый задний фон наблюдать. И, по-моему, это лучше, чем он просто был бы без подсветочки. Итак, продолжим, друзья, продолжим. Дальше, в общем-то, дальше все было достаточно тоже интересно, потому что у меня был день рождения, мне было 30 лет, и это тоже запоминающееся событие, потому что это день рождения, ну, он же был на пятницу. А решил я всех собирать в субботу, потому что мы ездили на вылазку, на шашлыки, и было удобно, потому что в субботу у всех выходной. И в пятницу, так как у меня не было особых планов на день рождения, я его тоже провел вот так в стриме. Это было мега приятно, потому что очень много ребят меня поздравляло. Я пел там 30 раз песню, мне сегодня 30 лет. Вот, и, в общем, было прикольно. Вот. Ну и, как бы, в дальнейшем мне ребята помогли на стримах насобирать на вот эти вот микрофоны, которые я сейчас, в общем-то, использую. Вот. Это Rode T1A, которая славится тем, что у них минимальный шум, фоновый шум минимальный. То есть, для ASMR-эффекта они, ну, лучше, наверное, не придумаешь. Да, если из таких микрофонов средних, бюджетных выбирать. Вот. И спасибо вам большое, ребят, что вы мне помогли насобирать. Какую-то часть денег тоже мне насобирали мои подписчики. Ну, скажем так, на вот этот вот замечательный микрофон, который с этой стороны находится, мы насобирали. Вот. Сообща о стримах, да. Ну, а этот микрофон я не выдержал. Сначала купил один микрофон. И думаю, ну, ладно, там подсобираю, пока поснимаю с БМ-ками. Вот. И... Ну, не выдержал. Потом, в общем, продал почку и купил второй. Теперь у меня всего лишь две почки осталось. Ну, шучу, конечно, ничего почку я не продавал. Но, тем не менее, теперь у нас есть возможность записывать шикарные видосики на такие вот тихие микрофончики. Вот. Это, конечно же, еще не все. В планах еще много всего. В планах еще есть купить отдельный монитор сюда, чтобы стримы были вообще бесшумные. То есть поменьше шума, чтобы было на стримах. А компьютер поставить подальше, чтобы он кулером своим не забивал, то есть не делал фоновый шум. Вот. Как бы вот такие планы тут. Вот. Что еще вам такого интересного надо рассказать? Вот. Мне нравится заниматься тем, чем я занимаюсь. То есть фотография, ASMR у меня... В принципе, я могу найти на это силы, время и желание. Самое главное, да, желание этим заниматься, потому что, как бы, если у тебя есть желание чем-то заниматься, то найдутся и силы, и возможности, и время, у меня какие-то средства. А если нет желания, то сколько себя не заставляй, и все равно ничего особо не получится с этого. Вот. Почему же все-таки в конце концов люди смотрят ASMR? Мне кажется, что, во-первых, это как-то сближает людей, да? То есть как-то сплочает, да? Сплочение делает, я не знаю, как это сказать. Вот. То есть это какая-то некая тоже, то есть мои подписчики, это как, ну, можно так сказать, как вторая семья для меня, да? То есть, ну, с ними я могу тоже чем-то поделиться, какими-то новостями хорошими, или не очень, да? Они тоже могут задать какие-то вопросы свои, которые я стараюсь, на которые отвечать, что подсказывать с высоты, так скажем, своих лет и какого-то своего уже опыта, который у меня есть. То ли это вопросы по аудиотехнике, то ли это вопросы по, там, фототехнике, или какие-то, ну, в чем я компетентен, так скажем, более-менее. Вот. Плюс это реальная возможность узнать людей с, реально, со всего мира, потому что во всем мире многие люди слушают и смотрят СМР. Вот. И очень интересно узнать, например, как дела обстоят у ребят из Владивостока, и как обстоят дела у людей из Сан-Франциско, которые, ну, есть такие люди, которые смотрят из Америки, или русскоязычные, где-то откуда-то и из разных стран. Это интересно. Конечно же. Это в первую очередь какое-то общение интересное. Ну, я имею в виду сейчас стримы, конечно же. или какие-то добавления в друзья, что-то вот такое в этом роде. Вот. Ну, и, конечно же, основная цель СМР, контента, это расслабление, друзья. Это расслабление. Кто бы что ни говорил. Потому что есть, конечно же, люди, которые снимают СМР. Ну, люди, то есть девушки в основном, да, которые снимают СМР. И СМР больше, ну, к сожалению, да, наверное, напоминает порнографию. А в этом есть тоже какие-то свои плюсы, конечно же. Потому что, кроме как расслабиться, можно и напрячься. Вот. Но, тем не менее, то есть, такие, наверное, СМР, они больше не выполняют, не выполняют, как бы, свою роль, да, не выполняют диаметрально, противоположную роль. Кроме того, все-таки, основная цель СМР, это расслабление, да, я повторюсь, и помощь другим людям, вот, какая-то вот такая психологическая, да, помощь, потому что не у всех есть возможность там, пообщаться с друзьями, пообщаться с родителями, кто-то чего-то стесняется. Когда ты слушаешь какие-то расслабляющие речи, когда ты слушаешь какие-то там триггеры, у тебя становится жизнь немножечко лучше, потому что, как я уже говорил в одном из своих видео, жизнь относится к тебе так, как ты к ней относишься, поэтому, если ты будешь вести себя отлично, позитивно, с позитивным настроем, выходить на улицу и относиться к жизни с позитивом, то жизнь к тебе тоже будет относиться точно так же с позитивом. Вот, и если ты будешь негативно к этому всему относиться, то и точно так же к тебе будет относиться жизнь, так скажем, да, судьба и так далее, то есть ты все будешь видеть в негативном кличе. Ну, а СМР всё-таки помогает сделать мир, наверное, чуточку лучше, немножечко спокойнее. Может быть, давайте чуть-чуть помечтаем, да, пофантазируем. Возможно, благодаря СМР, да, некоторые люди избежали каких-то серьёзных последствий, например, расстройства психики, расстройства, да. Может быть, возможно, некоторые люди избежали каких-то там инсультов, нервных расстройств и так далее. Возможно, некоторые люди просто выдохнули, расслабились и отдохнули. Кто-то получил мурашки, кто-то расслабился, да, вот. Я не говорю, что у людей должна быть какая-то основная цель в жизни это заниматься СМРом, да, то есть как бы или там слушать его постоянно, но я считаю, что это нужно воспринимать, нужно это воспринимать как какую-то некую терапию, какую-то некую терапию, то есть, ну, особенно там какие-то мужские СМР, да, некоторые люди там когда начинают их смотреть, они думают, там, боже мой, вот я смотрел там СМР, там девчонка была с грудью четвёртого размера или третьего там, да, и вот да, это классно, в принципе, это вот как раз мне понравилось, как я могу смотреть на мужчину, который делает СМР, потому что, боже мой, мужской СМР, я же не этот самый, не голубой, да, там и так далее, вот, ну, я считаю, что нельзя смотреть на СМР в этом ключе, потому что, если смотреть на СМР в этом ключе, то опять же тогда мы возвращаемся к тому, что мы рассматриваем СМР как какую-то порнографию, а СМР это не порнография, а СМР это средство для того, чтобы расслабиться, вы же не приходите к мужчине-массажисту на массаж, не говорите, ну, что я пойду к мужику-массажисту, он же, что голубой, что у меня там руками трогается спину, то что, вот, вы доверяете профессионалу, потому что он занимается этим профессионально, делает вам массаж для того, чтобы вы могли расслабиться, и для того, чтобы вы могли излечиться от чего-то, да, от каких-то болей в спине, от каких-то вот негативных моментов, потому что массаж, он расслабляет. Так вот, нужно относиться к СМР, да, как к массажу, не знаю, массажу, мозг, к массажу души, да, то есть, как бы, как к массажу, который массажирует, заречивает наш разум, вот, и тогда, в принципе, СМР превращается, да, из какого-то фетиша, и из какого-то, из какой-то похабщины, оно превращается в даже какое-то направление по психологии, может быть, какое-то направление по, ну, так скажем, медицинское направление, да, вот, я не удивлюсь, вот честно, если в будущем, может быть, там, или через 5, через 7, через 10, придете в больницу, ну, может быть, даже не придете, да, вы оденете шлем какой-нибудь виртуальной реальности, и зайдете к доктору в больницу, в виртуале, он вам скажет, вот, пожалуйста, СМР-бокс, я вам прописываю два курса по 10 сеансов по часу, а дальше по своему усмотрению, хотите, смотрите дальше, вот, и вот в таком случае, как бы, да, это какое-то, как лечение, вот, поэтому давайте будем рассматривать СМР, как, такое здоровое, да, здоровое, нормальное занятие по типу, как массаж для души, вот, в этом ключе, мне кажется, и стоит его рассматривать, вот, поэтому я считаю, что люди, которые пишут какие-то гадости, они либо не понимают, что это такое, то есть смотрят на это как со стороны похабщины, да, какой-то и так далее, вот, ну, либо это просто не их тема, и не нужно это слушать, зачем тогда они слушают это, вот, друзья, спасибо вам все большое, если кто досмотрел до конца, знаете, вы просто молодец, вот, я вам желаю только всего самого наилучшего, я вам желаю испытывать мурашки, относиться к СМР, не то, чтобы серьезно, да, но относиться к СМР, как действительно к штуке, которая помогает вам расслабиться, снимает стресс, напряжение, вот, и, ну, как бы, если есть люди, которые вас не понимают, которые там думают, что вы, ну, я не знаю, какой-то занимаетесь ерундой, да, то есть можно этим людям донести, то, что это СМР, это вот такое новое направление по психологии, да, вот, это для того, чтобы расслабиться, 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 вот, друзья мои, всем большое спасибо за просмотр, надеюсь, это видео у вас тоже немножечко ослабило, хотя оно, конечно, было таким более информативным, вот, я вам желаю только самых хороших эмоций, только самого лучшего настроения и всего самого-самого хорошего, теплого и замечательного, смотрите СМР, друзья, будьте в теме, вот, скажем так, смотрите правильно СМР, да, вот, и всего вам самого-самого наилучшего, подписывайтесь на мой канал, если еще не подписаны, я надеюсь, что вы для себя найдете на моем канале много хороших видео, которые вам понравятся, которые вызовут у вас мурашки и которые вызовут у вас замечательное, такое, теплое настроение, все, друзья мои, приятно было увидеться, скажем так, с вами, вот, всем пока-пока, 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 пока-пока,